Я бы хотел рассказать сегодня о биомеханическом подходе, в том числе в кинезиологической коррекции, диагностики проблем, связанных с травмами, болевыми синдромами в области коленного сустава. Если мы говорим о травмах коленного сустава, то по сути это подавляющее большинство травм нижней конечности и в том числе эти травмы чрезвычайно распространены, если брать общую структуру получения их у человека. Одной из основных причин и в то же время следствий полученной травмы является, какая бы травма ни была в коленном суставе, является персистенция пателлофиморального болевого синдрома. И эта ситуация чрезвычайно распространена. Она же носит такое название в МКБ-10 хондромали от центра коленника. Она же тесно связана с развитием артроза коленного сустава или сейчас более принят термин остеоартрит коленного сустава. И она, к счастью, очень-очень хорошо поддается терапии, коррекции, особенно с использованием кинезиологических методик. Также в практике мы часто имеем дело с частичным разрывом передней крестообразной связки, например, либо внутренней боковой связки. Первая и вторая степень повреждения внутренней боковой и наружной боковой связки это консервативное целиком лечение, тоже благодатная почва для восстановления. Очень часто просматривается даже опытными травматологами и врачами функциональной диагностики, травма заднелатерального угла. Хотя тест очень простой и тоже мы можем успешно восстанавливать этих пациентов. Повреждения мениска. Чрезвычайно частое повреждение, особенно у спортсменов. Была работа, которая совершенно недавно показала, что при МРТ высококвалифицированных футболистов очень-очень высокая степень повреждения именно менисков различной степени существует у этих спортсменов. Ну и вывих над коленником тоже мы, конечно, успешно лечим. У меня был случай, когда лечил гимнастку с множественным привычным вывихом над коленником и она вернулась полностью к своей спортивной деятельности без операций и без наличия каких-то вывихов спустя несколько месяцев хорошего лечения. Этапы медицинской реабилитации можно разделить на острый после травмы коленного сустава, функциональный и спортивный. В среднем реабилитация занимает от 3 до 6 месяцев в зависимости от двух параметров. От исходного типа травмы и от функционального состояния коленного сустава. И фраза такая дня, который бы хотел вам преподнести, что базовое консервативное лечение травм коленного сустава это по сути лечение пателофеморального болевого синдрома. Дело в том, что этот синдром всегда практически развивается при травме коленного сустава и если мы хорошо его корректируем, а как это делать я вам именно в этой презентации покажу, то мы собственно говоря можем справиться практически с любыми проблемами с некоторыми нюансами в зависимости уже от мозологии. Также работает закон стабилизации капсульно-связочных структур за счет мышц со сходной функции. Вот этот закон прекрасно сформулирован Дэвидом Ливом и он гласит, что если мы имеем повреждение какой-то связки в коленном суставе, то мы должны включить мышцу со сходной функции. Включить и сделать так, чтобы эта мышца достаточно часто работала у пациента в статическом в изометрическом режиме. В этом случае у нас будет лучше формироваться соединительная ткань именно этой поврежденной связки. Ну вот допустим внутренняя боковая связка у нас повреждена. Какие мы мышцы будем включать, тренировать в статическом режиме плюс к базовой коррекции пателофеморального болевого синдрома. Конечно же длинные приводящие мышцы, то есть мышцы со сходной функцией и так далее. Но об этом мы еще с вами поговорим. И наконец правило двух месяцев нам нужно учитывать прежде всего по ограничениям, которые мы даем пациенту. Если мы очень хорошо пациента полечили, кинезиологически в том числе, подобрали нутриенты и так далее, сделали биомеханическую коррекцию, структурную и прочее, но пациент пошел допустим снова заниматься спортом и снова прыгнул и снова сделал неловкий подворот коленного сустава внутрь. Извините, может нарушиться и наша работа и серьезно нарушится функциональное состояние пациента и необходима будет операция, например. Пателофеморальный болевой синдром чрезвычайно распространен даже вот среди присутствующих слушающих нас аудитории. Сейчас это четверо где-то имеется проблемы с коленным суставом в виде дискомфорта, периодических болей в колене, реагирующих на механическую нагрузку. Доказанный механизм биомеханический смещение надколенника, персистенция пателофеморального болевой синдрома, порочный круг – это слабость внутренней широкой мышцы бедра, динамического стабилизатора надколенника. Если у нас имеется слабость, то уже при 20 градусах сгибания в колене надколенник доказано смещается на 2-3 милетра кнаружи, он там находиться не должен, повреждаются мягкие ткани, мягкие ткани вызывают запуск процессов воспаления. Воспаление снова вызывает отек, боль, снова вызывает гипотрофию внутренней широкой мышцы бедра. И такой круг может крутиться бесконечно у наших пациентов. Здесь представлено у нас с вами типичное смещение надколенника, смещается он к наружу, это стандарт, немножко уходит вверх, разворачивается и кроме этого еще приподнимается внутренний его край. Если мы представим здесь недостающую внутреннюю широкую мышцу, фасциально укороченную наружную широкую мышцу бедра, то эта картинка совершенно получает полнейшее биомеханическое подтверждение. Понятно, почему это происходит. Вот эту картину мы с вами можем увидеть у пациентов, собственно говоря, очень даже ощутить эту картину, когда с одной стороны проблем с коленным суставом нет, с другой есть, и вот с проблемной стороны у нас будет ярко выраженное смещение надколенника. Характерные паттерны мышцной гипотрофии включают также слабость большой и средний ягодичных мышц. По сути, есть тоже работа, которая показала, что автоматическое отключение этих мышц происходит, если у нас есть какой-то болевой синдром, либо травма не только в коленном суставе, но даже и в голеностопном суставе, в тазобедренном и так далее и тому подобное. Достаточно сильного болевого синдрома, достаточно, чтобы отключить уже эти мышцы. И возникает то, что вы видите на картинке, это вальгусная установка коленного сустава, подворот колена внутрь, который, соответственно, сам и источник перегрузки коленного сустава, и источник паталфеморального болевого синдрома. И если продолжить это движение, можно разорвать переднюю крестообразную связку, внутреннюю боковую связку, повредить мениск, вывихнуть надколенник, все что угодно. То есть вот эти проксимальные стабилизаторы бедра, большая и средняя ягодичная мышца, по сути, одни из основных мышц, которые нужно и обследовать, и восстанавливать у пациентов с проблемой коленного сустава. Но это еще полбеды. Дело в том, что слабость большой ягодичной мышцы, а большая ягодичная мышца является стабилизатором крестцово-подвздошного сустава, по сути, вызывает функциональную нестабильность крестцово-подвздошного сустава. Функциональная нестабильность крестцово-подвздошного сустава ослабляет самую большую ягодичную мышцу. Кроме этого, организм очень важен. Этот сустав включает грушевидную мышцу для того, чтобы хоть как-то удержать крестцово-подвздошный сустав. Грушевидная мышца увеличивается в объеме, увеличиваясь в объеме, она пережимает седалищный нерв, синдром грушевидной мышцы, но кроме этого нерв, который нервирует большую ягодичную мышцу, нижний ягодичный нерв. И мы получаем двойной порочный круг или порочный круг в квадрате, я бы даже сказал в кубе. И опять-таки выход из этой ситуации предложил Дэвид Лиев. Он предложил выровнять таз, стабилизировать таз с помощью ношения пояса, тренировать большую ягодичную мышцу уже в условиях стабилизации пояса, нормализовывать паттерн ходьбы, правильно сидеть и правильно работать с поясницей в том числе, с крестцово-подошными суставами. Здесь вы видите тренировку большой ягодичной мышцы. Лучше, конечно, ее осуществлять уже в поясе. Тренировка осуществляется в открытой кинематической цепи. И важно не поднимать ногу и отрывать бедро от поверхности, а удлинять ногу пяткой, то есть как бы увеличивать длину нижней конечности. Вот это будет именно функция большой ягодичной мышцы. При этом нужно, чтобы рука контролила пациента, ну сначала инструктора, поясницу, чтобы как можно меньше работала квадратная мышца на разгибании, замещала большую ягодичную. А рука с этой же стороны может находиться на большой ягодичной мышце, чтобы наоборот давать биологическую связь и лучше работала эта мышца. Пациент это ощущал. Кроме того, техника мест начала крепления, то есть активации гипотоничной мышцы, абсолютно приемлемы в этом случае для того, чтобы мышцу просто-напросто включить. Но для наших коллег, кто еще тестировать не умеет, вы можете, не обладает функциональным мануальным мышечным тестированием, он может просто-напросто пропальпировать болезненные участки, триггерные точки в области места крепления, особенно в верхней части большой ягодичной мышцы. И если эти точки есть, мышца практически наверняка гипотоничная, то есть ее нужно фактически тренировать. Крестцово-подвздошный пояс. Показано место ношения. Середина пояса должна быть строго над вертелом бедренной кости. Очень важно не затягивать пояс сильно. Используется минимальное натяжение пояса до уменьшения триггерной точки средней ягодичной мышцы в месте крепления к вертелу бедренной кости. И в этом случае у нас стабилизация есть и нет излишней компрессии крестцово-подвздошного сустава. Очень важно соблюдать правила сидения. То есть при сидении мы должны исключить абсолютно положение нога на ногу и исключить сгибание в пояснице, потому что сгибание в пояснице, по сути, это функциональная нестабильность крестцово-подвздошного сустава. Для того, чтобы это исключить, можно посоветовать пациенту простой прием. Когда мы садимся, у нас есть спинка стула, нужно прижаться крестцом к спинке стула и таким образом мы сохраним наши крестцово-поддошные суставы, по крайней мере не дадим им дальше быть нестабильными и ни в коем случае нельзя сидеть нога на ногу. То есть когда пациент сидит нога на ногу, у него нестабильный крестцово-подвздошный сустав с этой стороны, у него нестабильный тазобедренный сустав с этой стороны, то есть есть множество проблем. А если он это делает несколько часов? Естественно, в таких условиях еще места крепления большой ягодичной мышцы взаимоудаляются и у нас идет значительное ее ослабление, кроме того, что она и так не всегда рабочая. Очень важным элементом поддержания функциональных возможностей таза является сближение стоп при ходьбе. Дело в том, что если мы ставим стопы достаточно широко, то есть фактически в норме у нас стопы должны ставиться вдоль одной линии. Не по линии, вдоль одной линии, то есть чтобы внутренние отделы стоп касались друг друга. Очень легко проверить, зачем это нужно. Если мы идем более-менее широко поставив стопы, у нас, во-первых, мы можем ощутить повышенную активность, повышенную подвижность тазобедренных суставов, положим руку на поясницу, повышенная активность, извините, повышенная функциональная мобильность поясницы, что при нестабильности тоже ухудшает ее ситуацию. Если мы посмотрим в зеркало, то мы увидим динамическую вальгусную установку коленного сустава. Поэтому первое, с чего я начинаю коррекцию ходьбы пациента, сближение стоп. И на глазах уменьшается динамическая вальгусная установка, тот самый подворот колена внутрь. Это обязательно нужно делать. Если мы на втором этапе еще сделаем длиннее и шире шаг, мы будем фактически включать большую ягодичную мышцу в функцию ходьбы, что очень важно, ее автоматическое нормальное поддержание. Практически регулярно у пациентов с проблемами коленного сустава включаются элементы подвздошно-бедренной нейропатии. Таких пациентов можно увидеть у них с одной стороны, либо даже с двух. Плохо поднимается бедро при ходьбе. Есть явные признаки компрессии бедренного нерва. В середине паховой связки болезненность, которая уменьшается при сближении мест крепления паховой связки, мест начала. Как правило, вынуждена замещает прямую мышцу бедра в подвздошно-поясничную мышцу, потому что всего две мышцы выносят ногу при шаге вперед. Это подвздошно-поясничная мышца, прямая мышца бедра. У пациента болит коленный сустав, отключена прямая мышца бедра, подвздошно-поясничная мышца автоматически повышает свою активность. Часто находится в состоянии напряжения противонапряжения. Часто эта ситуация сопровождается слабостью наружных косых мышц живота. Путь коррекции этой ситуации – это работа с коленной чашкой. Обязательно нужно проверить жировую подушку, мобилизовать надколенник. Необходимо тренировать наружные косые мышцы живота, которые и уменьшат необходимость напрягать подвздошно-поясничные мышцы и немножко поднимут паховую связку от места компрессии бедренного нерва. Очень частая ошибка, до сих пор по всей стране, делается в кабинетах ЛФК. После операции на коленном суставе бесконечный подъем прямой ноги вверх. Ничего, кроме увеличения тонуса подвздошно-поясничной мышцы, это, к сожалению, не вызывает. И в результате мы еще больше губим ятрогенно четырехглавую мышцу бедра. Необходимо от этого упражнения переходить на более другие щадящие варианты. Мобилизацию надколенника, жировой подушки, тренировку мышц живота. Итак, задачи лечебной гимнастики при пателлофеморальном болевом синдроме включают контроль отека боли и выполнение определенных ограничений, особенно вот в этом периоде от полутора до двух месяцев. Полный объем движения обязательно, центрацию надколенника, вспомним вот эту картинку внутренняя широкая мышца, наружная широкая мышца бедра, стабилизацию таза, коррекцию туннельных синдромов, активацию ключевых мышц, контроль перегрузки и по возможности аэробные нагрузки, как необходимые для питания хряща и для формирования в том числе мышц. Применение холода такой простой совершенно элементарный способ для того, чтобы прерывать порочные патобиомеханические мышечные круги в коленном суставе. Можно использовать небольшое охлаждение, температура 0,5 градусов от 3 до 5 раз в день во второй половине дня, причем интервальное применение холода локально на жировую подушку. 10 минут холод, 10 минут перерыв, 10 минут снова холод, значительно уменьшают отек и болевой синдром в области коленного сустава. И если пациент перегрузил колено, это мероприятие можно использовать чаще, сколь угодно раз. Такая популярная методика, как кинезиотейпирование при патолофеморальном болевом синдроме. Ну, коллеги, здесь конечно все очень хорошо, но я бы немножко предостерег от такой основной ошибки, которую билетологи делают сейчас по поводу кинезиотейпирования. Делают аппликацию пациенту и считают, причем и пациента считают и доктора и сами, что они пациента вылечили. Уважаемый коллег, это конечно совершенно неправильно, потому что да, действительно кинезиотейпирование реально облегчает ситуацию у пациента, реально помогает. Но основная роль кинезиотейпирования показать пациенту, как ему будет хорошо, когда у него нужные мышцы восстановятся и будут работать в полном объеме. Кинезиотейпирование не может использоваться как самостоятельный метод, только как в комплексной терапии наших пациентов и спортсменов. Только для того, чтобы показать, как хорошо будет, когда мы все восстановим. Конечно, он снижает отек и вот это вариант, который я люблю применять в своей практике. Активируем внутреннюю широкую мышцу бедра, правый верхний слайд. Далее накладываем послабляющую коррекцию на коленный сустав в положении максимального сгибания, с двух сторон, чтобы надколенник немножко приподнять. И иногда еще делаем фасциальную коррекцию либо иллюотебиального тракта, либо той же наружной широкой мышцы бедра. В этом случае сразу у нас идет эффект, пока в первые два-три дня, пока тейп на пациенте, центрация надколенника. Это существенно облегчает и уменьшает отек. Но только в эту методику упираться ни в коем случае нельзя. Надо восстанавливать мышцы обязательно. А вот здесь вы видите камень преткновения наших многих пациентов и особенно спортсменов. Дело в том, что в девяносто девятом году очень четко показали, вышла хорошая статья о том, что коленный сустав с болями очень сильно отличается от коленного сустава без болевого синдрома. Очень сильно. И если мы говорим о пациенте после оперативного вмешательства, то есть и травма, и боли, и плюс еще операция, то коленный сустав такого пациента не сможет выдержать даже ходьбу более-менее длительное время, в начале реабилитации. Здесь вы видите именно такую ситуацию, когда ходьба может вызвать дисфункцию мягких тканей надколенника, нарушение его гомеостаза и тут же автоматически возникает болевой синдром, который снова запускает патобиомеханические круги. Какие ошибки делает врач и спортсмен? Врачи пытаются форсировать реабилитацию, пытаются дать, например, бег, я не шучу сейчас, это случай реальный, из клинической практики, пытаются дать бег спортсмену, который еще ходить не умеет и, к сожалению, получают вот эту персистенцию, вот эти хромающие вратари, не бьющие футболисты, это все вот следствие вот этой форсированной, соответственно, ситуации. Значит, а пациент делает ошибку следующую, да и спортсмен тоже, он пытается себя испытать. Вот до операции я точно не мог прыгнуть, а после операции прошло две недели, я смогу это сделать? Ну, уважаемые коллеги, конечно, нет, конечно, не сможет. То есть, к счастью, эта кривая постепенно поднимается до нормальных показателей, но в случае, если у нас есть адекватная, хорошая реабилитация, комплентный, мотивированный пациент. Это два непременных условия. Так вот, динамическая вальгусная установка коленного сустава, которую вы видите на левом рисунке, на левой фотографии, это враг реабилитации коленного сустава. И это заставляет нас также вводить в реабилитационную программу необходимость тренировки с обратной связью ровного положения коленного сустава при спуске, например, со ступеньки, при приседаниях, при мини-приседах и так далее. То есть, справа видите правильное, корректное движение. Необходимо также, чтобы пациент еще контролировал функцию проксимальных стабилизаторов бедра, то есть большой среднегодичных мышц, положив руку, сделав терапевтическую локализацию фактически на них. Это добавит ему координации мышечной обратной связи. Безопасные углы упражнений закрытой-открытой кинематической цепи прежде всего по уровню нагрузки на надколенник. Закрытая цепь безопасна в самых начальных градусах сгибания, а открытая кинематическая цепь наоборот безопасна от 90 градусов до 30 градусов сгибания в калийном суставе. И соответственно, если мы говорим о реабилитации пациента, начинать нужно с небольших приседаний. Главный акцент обращать на правильность их выполнения в открытой кинематической цепи, либо без нагрузки тренировать, если то 0 градусов идет, только с напряжением четырехглавой мышцы, а нагрузку давать в безопасных углах сгибания. Также важно, чтобы у пациента был полный объем движения. Если у нас есть ограничение объема движения, у нас, к сожалению, идет опять же увеличение компрессионной нагрузки надколенник. Особенно это важно, если у нас плохое разгибание при ходьбе. Активация ключевых мышц. Конечно же, большая средняя ягодичная мышца, приводящая мышцы. При полном объеме движения, обратите внимание, в центрации надколенника начинается тренировка, хорошая тренировка четырехглавой мышцы бедра. Хотя, сактивировать внутреннюю широкую мышцу бедра, ничего нам не мешает. Мы можем это делать до момента еще даже центрации надколенник. Это обязательно нужно делать. Аэробные нагрузки. Общее правило применения их в случае коленного сустава, в том числе, должны работать две трети мышц его тела от 30 минут не менее трех-четырех раз в неделю. Частота пульса, которая используется по формуле, может быть приведена. Предпочтительные варианты той нагрузки, которая не вызывает значительного компрессионного воздействия надколенник. Работа на эллипсоиде, например, прогулки быстрым шагом. Методика выбора является плавание за исключением браса. Дело в том, что при брасе у нас надколенник достаточно сильно смещается кнаружи и в том числе может быть и дискомфорт в колене и в том числе можно, запрещено использовать брас при частичном повреждении, например, передней крестообразной связки коленного сустава. Рассмотрим особенности реабилитации при отдельных травмах. Если у нас есть частичное повреждение передней крестообразной связки, нам нужно предотвратить дальнейшее повреждение. Нужно ограничить спорт. И вот здесь ситуация тоже, которая часто бывает в практике. Спортсмен получает частичное повреждение передней крестообразной связки. Через две недели у него внешние признаки отека уходят. Он идет на поле и получает полный разрыв передней крестообразной связки. Это сплошь и рядом идет. Поэтому эту ситуацию, допустим, врач команды должен вовремя заметить и минимум сделать две вещи. Отстранить от активного участия спортсмена и второй момент правильно его восстановить для того, чтобы он мог вернуться. Тренировка задней группы мышц бедра, то есть подколенные мышцы, условно их название англоговорящие хамстринги, позволяют нам стабилизировать голень от переднего смещения. Мы также с вами должны помнить, что функцию передней крестообразной связки дублирует поплитуус. Маленькая, но очень важная мышца, подколенная, такое название латинская поплитуус носит, которую необходимо активировать всегда, когда у нас есть пациент с частичным повреждением передней крестообразной связки. Вот она, уважаемые коллеги, тестировать мы ее тоже должны уметь. Ее активация может производиться при ослаблении мест начала крепления, используя статическая тренировка в исходном положении сидя. Лучше всего тренировать ее два раза в день. Если пациент или спортсмен вынужденно какие-то физические нагрузки осуществляет, то ее можно использовать до и после физической нагрузки для того, чтобы застраховать от повреждения дальнейшего переднюю крестообразную связку. Если мы говорим о задней крестообразной связке, это повреждение встречается в несколько сот раз реже повреждения передней крестообразной связки, то главная вещь тоже предотвратить дальнейшее повреждение. Ограничение касается прежде всего нагрузки при 90 градусах сгибания в колене. Именно так повреждается эта связка. Повреждение ее еще носит название повреждение альпиниста, когда падают с высоты на согнутой коленке, либо повреждение отечественного автомобилиста, когда, ну, раньше выезжал двигатель, я надеюсь, сейчас нет, прямо на голень водителя и ломал водитель не только голень, но еще и заднюю крестообразную связку. Ключевой момент это тренировка четырехглавой мышцы бедра, но опять же с соблюдением вот этих всех ограничений по центрации надколенника по объему движения. Обязательно, почему? Потому что четырехглавая мышца бедра является агонистом, то есть помогает задней крестообразной связке удерживать голень. И у таких пациентов будет очень велика вероятность персистенции патолофеморального болевого синдрома, потому что повышенная подвижность голени, она способствует постоянному повреждению надколенника. Мы должны активно предотвращать патолофеморальный болевой синдром у этой группы пациентов. Частичное повреждение внутренней боковой и наружной боковой связок, опять же, предотвратить дальнейшее повреждение. Повредиться может в той же самой виде нагрузки, как и полополученная травма. Внутренняя боковая связка, опять же, это вальгусная установка голени, медиальное открытие коленного сустава, наружная боковая связка, наружное открытие коленного сустава или, соответственно, варусная нагрузка. Потренировать в статическом режиме мы должны приводящие мышцы бедра, если внутренняя боковая связка, и проверить все-все мышцы и восстановить формирующий элитебиальный тракт при повреждении наружной боковой связки. Вспомните правило, активируем именно те мышцы, которые помогают функции связки. Если у нас частично есть повреждение заднего латерального угла, опять замечательная маленькая мышца подколенная у нас выходит на первый план. Она именно эту область капсулы стабилизирует. Именно в этой области возникает, как правило, повреждение. При повреждении мениска тактика общее лечение потоков эморального болевого синдрома и предотвратить дальнейшее повреждение, особенно глубокие сгибания и нагрузка при глубоком сгибании колена. И, уважаемые коллеги, правило двух месяцев. То есть, если мы говорим о, допустим, всем пациентам первые два месяца не желать нельзя спорт, нельзя падение, а также при частичном разрыве передней крестообразной связки мы не должны рано особенно укреплять четырехглавую мышцу бедра. Она является антагонистом передней крестообразной связки, выдвигает голень вперед и не должны растягивать слишком агрессивно подколенные мышцы, потому что один из механизмов повреждения передней крестообразной связки это именно рекурвация голени. Частично разрыв задней крестообразной связки, нельзя вставать на колени, надавливать на голень, 90 градусов сгибания. Даже потянуться, встать на коленке, на полочку потянуться нельзя рекомендовать пациентам, надо им предупредить, что это не нужно делать. Частичный разрыв наружной боковой, внутренней боковой, нагрузка варосвальгус, в том числе мануальными техниками. Повреждение заднего латурального угла это гиперэкстензия, рекурвация. Если у пациента привычное положение, вот такой позы кузнечика, что называется, на это обращаем внимание, запрещаем ему это делать, стараемся переобучить. И повреждениями низка, конечно же, глубокие приседания, стояние на корточках. Почему два месяца? Потому что нам нужно дать возможность с этнотканным структурам, мягкотканным, сформировать прочный рубец, уважаемые колени. Спасибо за внимание. Я бы хотел обратить внимание, что у нас планируется хорошее такое вебинарское и практическое занятие по коленному суставу после 20 декабря. Подробности будут на сайте Кинезиопрофилы, вы смотрите. И для желающих у нас уже прошел вебинар по плечу спортсмена, если не ошибаюсь, 21 ноября он был. Очень интересный у нас там тоже был клинический случай. А сейчас я готов в принципе к практике. Расскажите немножко, что беспокоит вас? А колено? И колено тоже. Связана ли боль с механическими нагрузками? После ходьбы, при ходьбе? Вот сколько можете пройти без болей, без какого-то дискомфорта? По состоянию, по длительности. Долго, далеко. Но смотрите, будет все равно какая-то дистанция, когда колено все-таки заболит, то есть вы уже примерно знаете? Примерно по лестнице на этаже третьем-четвертом. Вниз или вверх? Вверх. Вверх. Окей. Ну вот смотрите, то есть на самом деле это такая наглядная иллюстрация кривой дая и динамической вальгусной установки коленного сустава. То есть есть определенный промежуток, когда пациент пройдет либо пройдет по лестнице, либо будет просто ходить, после которого у него возникнет вот этот дисбаланс мягких тканей над коленем. Хорошо, давно у вас болит колено? Ну, где-то годик. Год, да? Ну, примерно, да. Год. После чего это произошло? Я не помню, если честно. То есть смотрите, повреждение, пателфиморальный болевой синдром вполне может возникать как перегрузочное состояние. Из-под воль постепенно все более и более углубляясь у пациента. Хорошо. Итак, будьте добры, пройдитесь перед камерой. Прямо смотрите, нужно сделать немного шагов, два-три шага, как вы обычно идете, не задумываясь о ходьбе, потом развернуться и походить так несколько раз. Ко мне от меня. Прошу вас. Ну, обращаем внимание на правый коленный сустав. Вот несмотря на то, что пациентка идет более-менее правильным шагом, сближая стопы, заметно из-за слабости мышц с правой стороны динамическая вальгусная установка коленного сустава при ходьбе, которая проявляется не только внутренним скручиванием коленного сустава, но еще таким движением по типу складного ножика. То есть это уже потери контроля, по сути, автоматического коленного сустава. Присаживайтесь. И в таком положении очень, главное, наглядно для пациента можно посмотреть положение надколенника. Не всегда пациент с первого раза сможет ощутить ваши слова. Но здесь уже заметно эта ситуация. Положите ручки на коленки. Обратите внимание, что с правой стороны надколенник явно находится не по центру. То есть он уже смещен в статическом положении к наружу. То, о чем мы с вами говорили на лекции. Ощущаете ли вы это? То есть у нас такая картина. Под левой рукой у нас надколенная чашка более-менее хорошо находится. Под правой рукой у нас чашка явно смещена на несколько миллиметров минимум к наружу. Следующий момент, который мы можем посмотреть, есть ли щелчки смещения надколенника во время сгибания, разгибания в колене. Разгибайте ножку. Но, к счастью, для пациента здесь выраженного щелчка нет. Крепетации нет. Они бывают, да. Но сейчас что мы? Во время движения мы ощущаем, как с проблемной стороны надколенник буквально уносится в наружу. сторону. То есть вот именно та ситуация, которая была описана. Наружное смещение, подъем вверх, подъем внутреннего края. Это происходит буквально под нашими руками. Следующий момент. Давайте проверим состояние таза пациента. Встаньте ровненько перед камерой. Чуть-чуть подальше. Тут есть небольшое, небольшое, небольшое укорочение нижней конечности с этой же стороны. Но в случаях пателофеморального болевого синдрома эта ситуация не всегда именно такова. Может быть и относительно удлинение нижней конечности с проблемной стороны. Как раз из-за дисфункции большой гадичной мышцы. Следующий момент. То есть мы таз обязательно тоже будем корректировать, исправлять. Следующий момент. Посмотрим есть или нет синдром грушевидной мышцы. Вас не затруднит снять обувь? Если что, можно не снимать. Если снимете, будет отлично. Ложимся на спинку. Да, сюда. Ножки ко мне. Спасибо. Итак, что мы с вами можем посмотреть? Мы можем с вами посмотреть классический ортопедический тест внутреннего скручивания всей нижней конечности. И вот смотрите, левая ножка у нас скручивается внутрь значительно лучше, чем правая. Я вот, когда кручу внутрь правую ножку, я чувствую прям такое выраженное сопротивление. И это сопротивление, конечно же, оказывает грушевидная мышца. Если мы вот в таком же положении абсолютно стабилизируем таз поясом, как мы с вами говорили, помните, да, то мы получим сразу же у нас на глазах через четыре секунды. Ой, извиняюсь, свело ногу? Что-то задел. Болит что стопа? Ну, на самом деле нарушения, они идут по цепи всегда. И у пациента, вот, я бы хотел обратить ваше внимание, что пациентка зря так сказала, что у нее в первую очередь болит шея, в первую очередь болит поясница, и только у второй очередь колено. Скорее всего, все началось с любимого колена, оно уже год болит. И разбалансирует всю систему вверх, абсолютно точно. Но не только вверх, еще и стопа нарушается. Итак, следующий тест, который мы можем посмотреть, мануально-мышечное тестирование короткого разгибателя большого пальца. Стопа на себя, большой пальчик максимально на себя. Давим на меня, давим сильно, сильнее. Ну, конечно, большой пальчик не держит в обычном положении, а это глубокий малоберцовый нерв. Это, по сути, конечная веточка седалищного. Можем проверить по-другому. Можно найти болезненную точку в области между первой и второй плюсными костями, там, где выходит глубокий малоберцовый нерв. И все то же самое проверить, когда мы разворачиваем ножку кнаружи. Фактически мы сближаем таким образом места крепления грушевидной мышцы. И в этом положении просим пациента держать пальчик на себя сильно, сильнее. И получаем значительное усиление со стороны мышцы короткого разгибателя большого пальца. А это означает, что грушевидная мышца отодвинулась от седалищного сплетения. И фактически мы видим то, что без ее активности можем протестировать. Следующий момент. Можно то же самое повторить с болезненной точкой. Тестируем эту же точку. В положении наружной ротации пациент уже не вскрикивает от боли. Понимаете, в чем дело? Я под руками ощущаю гораздо меньшее напряжение этой точки. Следующее, что мы делаем. Мы можем протестировать, допустим, есть или нет подвздошно-бедренная нейропатия у пациента. Устанавливаем ножку в такое положение. Сделайте, как удобно. Не, пока нет. Давите на меня. Давите сильнее. И получаем гипотонию прямой мышцы бедра. Что нам нужно сделать для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту ситуацию? Будьте добры, вот здесь надавливаете на подвздошную кость к лобковой кости. И все время статически удерживаете это положение. Давим на меня. Давим сильнее. И ничего я уже не могу сделать с прямой мышцы бедра. Это связано с тем, что мы убрали паховую связку от бедренного нерва. И, соответственно, с одной стороны нам это дает вариант коррекции. С другой стороны мы понимаем, что у пациента есть подвздошно-бедренная нейропатия. Как мы будем восстанавливать нашего пациента? Присаживайтесь. Да, собственно говоря, мы предложим пациенту все те мероприятия, о которых мы до этого с вами говорили. Ну, во-первых, правильно ходить. То есть вы ходите практически правильно. Но единственное, что шаг нужно немножечко будет удлинить. То есть сближение 100 поставляете, шаг удлиняете. Плюс вам на первых порах поможет такой простой прием, когда мы руки ставим на большую средние ягодичные мышцы. И когда стопа оказывается на опоре, нам нужно немножечко напрячь эти мышцы под рукой. То есть их нужно включить в коррекцию, в контроль вашего динамического вот этого вальвуса. У вас тогда, вы увидите в зеркало, что колено будет меньше смещаться. Это первый момент. Второй момент. Мы, конечно, выровняем таз. Мы предложим пациенту, опять же, по Дэвиду Ливу, очень хороший вариант выравнивания. Ложитесь на спинку. Давайте ваш собственный кулачок подкладываем под правую подвздошную кость сверху. Вот так. Чуть выше. Чуть выше. Вот таз оканчивается. И делаем 10 наружных ротаций правой ногой. Такие движения делайте, стопы не отрывайте. Она скользит по кушетке. Хорошо. Таз не разворачиваем. За счет сочетанных движений, полутаз с правой стороны пошел у нас назад, мы возвращаем таз на место. Полутаз, вернее сказать, с правой стороны. Когда 10 заканчивать? Когда 10 сделаете? Теперь, относительно длинной ножки, мы делаем вот такое движение, внутреннюю ротацию. За счет сочетанных движений, полутаз, который слева, делайте, полутаз пошел вперед, он вернется на место. Это упражнение делаем один раз в день, с утра прямо. Дело в том, что асимметричный таз, он поддерживает неправильную работу мышц. Поэтому нам нужно вернуть эту ситуацию на место, в том числе. Когда 10 сделаете, все. Сделали. Следующий момент. Мы предложим обязательно пациенту носить крестцово-поддошный пояс, либо ремень, который затягивается на любую ширину середины пояса на дверцелом бедренной кости, вот здесь. И несильное натяжение пояса, когда вы его затянете минимально, у вас должна вот эта точка пропальпировать ее здесь. Стать мягче, вот тут. Как можно еще пациенту дать вариант? Когда в положении стоя пациент находится, он может пропальпировать эту триггерную точку со стороны средней ягодичной мышцы. Потом ноги ставят широко, то есть фактически стабилизирует тазобедрными суставами свой таз. И в этом положении точка становится мягче. Это будет критерий для того, чтобы вы правильно одели пояс. То есть когда оденете пояс, эта точка тоже будет становиться такой же мягкой, как будто вы ноги поставили широко. И потренировать большую ягодичную мышцу. Ложимся на спинку. Ой, простите, на живот. Стопы свешиваем. Точно так же, как мы с вами до этого обсуждали. Конечно же, нам нужно будет, необходимо будет провести, потерпеть чуть-чуть, надавление вибрацию мест крепления. Вот это та самая точка, о которой я вам говорил. Прошу прощения. Сближаем места крепления. Обычно, если пациенту больно, когда даже мы сблизили места крепления, как минимум нужно витамины группы В дать в таких ситуациях. Под руками я сейчас ощущаю такую триггерную точку в этом месте. И обратите внимание, становится уже менее болезненной. То есть она просто-напросто, сейчас простите, еще чуть-чуть потерпеть. Она просто-напросто адаптируется вот к этой, ко всей ситуации. И мышца начинает работать за счет этого. И после этого потренировать мышцу в статическом режиме. Давайте левую ручку на поясницу. Правую ручку на ягодицу ладони. Чуть-чуть вниз сместитесь, чтобы вам было удобно. Чуть вниз. Хорошо. Носок берем на себя. Не сильно поднимаем прямую ногу. Не сильно, чуть-чуть. И удлиняем ножку. Вот так растем. Стоп, много подняли. Чуть ниже. Ага, отлично. И теперь удлиняем мышцу. Я стабилизирую таз. Тренируется большая ягодичная мышца. В статике нужно будет работать обязательно пациенту два раза в день. В статическом режиме. На спинку ложитесь аккуратненько. Ну вот уже сейчас мы сделали достаточно немного, но уже сейчас может быть ответ со стороны короткого разгибателя большого пальца. Носок на себя. Держите сильно. Сильнее. Я совершенно не шучу, ничего не придумываю. Держите. Но значительно усилился короткий разгибатель большого пальца. Болезненность может... Расслабьте сейчас ножку. Болезненность сейчас может остаться, но она будет точно меньше, чем была до этого. Ну даже практически нет. То есть вот так вот корректируется синдром грушевидной мышцы. Обязательно правильное сидение. Поясницы прижимаетесь к спинке кресла. Старайтесь не сидеть вот таким вот образом. Ну это важно. Можете на почту написать. Я вам сделаю репетиционную программу. Хорошо? Хорошо. Так. Ну сейчас вот присядьте. И уважаемые коллеги, мы очень-очень важную такую вещь забыли. Вернее ваш лектор забыл. Смотрите. Нам же нужно центровать надколенник здесь. А для того, чтобы центровать надколенник, мы должны что? Растянуть наружную широкую мышцу бедра. Вот здесь место типичной спайки. Здесь лучше работать особенно даме. Не рукой, не кистью, а четырёхгранным массажером. То есть взять такую пластиковую штуку. И вот это место хорошенько-хорошенько прорабатывать. Причём смотрите. Сначала прорабатывайте продольно-поперечно. Чуть-чуть потерпите. Затем разгибаем ногу. Разгибаем. Носок на себя. На себя. И фиксируем эту спайку к бедру. Сгибаем. Сгибаем смелее. Давай-давай-давай сгибаем. 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 Ещё. Давай-давай-давай. Хорошо. Таким образом мы растягиваем наружную широкую мышцу бедра, адгезию в её проекции. Внутреннюю широкую необходимо наоборот включать. Тут полминутки неприятностей и всё нормально. Две точки обычно я беру дистальную самую часть и чуть-чуть выше среднюю часть внутренней широкой. И после этого разгибаем ножку. Носок берём на себя. Хорошенько. Для того, чтобы контурировать внутреннюю широкую мышцу бедра. Эта тренировка осуществляется также два раза в день. Спасибо. Уздоравливайте. Спасибо, уважаемые коллеги. Откляйтесь. Редактор субтитров А.Сёмкин Продолжение следует...